всем привет ребят сейчас по дороге зайдем еще у нас перестал работать драма на смотрите вот такая штука купили не помню за сколько 500 или 900 короче суть не в этом попользовался я и на буквально недельки 2 потом надоело купили жил это отложил в сторону и спустя месяца два думаю были ставлю да покурю достаю не работает я в заряжать не работает то есть либо аккумулятор разрядился либо сенсор тяги сдох короче ничего не происходит искали чек-чек не нашли но помним где покупали дашка утверждает что без чека мы переводили просто на карту деньги варёте сейчас дойдем посмотрим попробуем прийти узнать уточнить что делать потому что гарантии еще вроде как до хера и что с ним делать непонятно так и зайдем на короче сейчас будем узнавать пробовать то пошла дашка вот такой наш шок на клумбочке осознаем что с этого вышла ну что расскажешь что там понимаешь муж такие тупые не заряжали короче мы чтоб не ждать оставили минут десять поставим на зарядку сейчас посмотрим пока сходим за микрофоном вернем сейчас я вас не знаю ни денег ни гаджета у меня и она знает нет подтверждения вайбер он мне присылал там информацию по жидкостям ребятки вот мы уже подходим вот она я к сожалению в магазине играла музыка которая защищена авторским правом поэтому в этом отрывке просто слушаем музыку так вот билетик идем на кассу пока мы ждем очереди гляньте как выглядит магазин на троечке ради меня вон куча всякого бесполезного барахла ну а здесь кассы выдачи и стойка по работе с клиентами о а тут вообще нормальный отдел бухлишко ну такое отделение маленькая людей навалом так пришла наша очередь идемте забирайте микрофон вот он наш родненький вы кстати сейчас слышите как мы на него записываем ну только мы так пришли покупать микрофон а карту дома забудут не все норм пошла ну слава короче забрать забрали по дороге макдонок макдонок а что нельзя можно ну блин короче забрали плечик оно не работает в США не работает не работает сейчас людей не было надо да можно заказать что-то нормально да мы по дороге сейчас взяли по дороге так можно какой-то шаурмулист или ты мне прийти домой сушать ну с тобой да кстати значит смотрите заказали товар он стоил 1800 гривен на розетке заказали мы его где-то неделю назад да мы еще удивились в розетке такая длинная доставка до на недель где 5 короче и суть стоил 1799 гривен 1800 сделали заказ ждем 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 буквально вчера пошел на сайт ну почитаю еще раз описание там подготовлюсь посмотрю комплектацию чтобы все ждали захожу ценник нормально ценник 1300 гривен 1299 я такой опачки рюдашка давай звони звоним в розетку говорим товар цена поменялась что такое чего сколько нам денег надо в итоге платить они говорят ну типа 1800 но если хотите можно 1200 мне надо говорит кнопочку нажать переоформить заказ за тысячи месяцев мы с этим нажми не не муж с какой целью сотрудник задавал такой вопрос тут мог быть какой то другой ответ типа нет я хочу 1800 в общем суть в том что если бы не позвонили то товар был бы по цене который мы заказывали да не увидели бы заплатили на 500 рублей больше да они бы не сказали залетела вот такая халява с экономией 500 гривен и сейчас уже товар как видите забрали он на руках но мы параллельно с заказом сформировали вопрос нужен ли к этому микрофону бм 800 фантомное питание насколько я знаю оно нужно постоянно но тут вроде как идет микшер к нему отдельный и он вроде как должен заменять фантомное питание должно работать мы думаем закупим если если что вдруг понадобится ну короче если не понадобится здорово в итоге товар отдали уже а информации до сих пор нет сейчас придем будем пробовать да мне не понравилось этот на микрофон что он надевается это поролоновая штучка ну да ветрозащита поджеванная он до санина вот сразу да может лучше будет ну это полный трэш покупаешь новый товар смотрите нормально вот поджеванная пиндос они ее в коробке в коробке не предназначено для нее место они прям сверху вот так вот ее в коробке закрывает и она на ребрах помялась ну ждите данный момент ну какую-то минимальную коробочку либо там даже говорит мы не будем брать все отбой покупки не ну заглянись ну блин покупай что это вар так оде они возьмут применить если бы они могли может и поменяли бы я не знаю да могут поменять просто ждать еще не хочется нет ладно возвращаемся вон к лунде сейчас посмотрим что у нас наши электронные варьки грек вот такие вот посаживайся сколина 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 это для сердца хорошо что твоя мама говорила понижает спасибо Нам к Дашкиному сердцу сейчас как-никогда актуально, да? Ну, понижая давление, это для всех актуально. Чуть-чуть не делать чаю. Короче, все, вот подходим к нашему варючку. Посмотрим, заработает сигарета или нет. Если не заработать, что нам делать? Ну, вообще-то сервисный центр должен быть. Продавец должен старше никогда нам обращаться. Ну да. Потому что тут пару месяцев всего лишь прошло. Сейчас узнаем. Короче, вышли. Купили себе еще жидкость. Что нам сказали про Драх? Надо. Короче, аккумулятор не заряжается, полностью умер. Надо разбирать, обнулять что-то, заряжать. И то не факт, что сделают. Замесла эта процедура полторы недели. И стоить будет гривен сто сто пятьдесят. И это не по гарантийному случаю. Поддаем какому-то его другу, мастеру, и тот будет делать. Короче, этот чувак никогда вам ни скидки не делает. Никогда. Да. Вот раньше мы ходили в магазин. Рапанда назывался. Там Рома, по-моему, был. Офигенный чувак. В общем, отдали, оставили. Посмотрим. А этот никогда не скидки. А этот никогда не скидки. Что не берет? Сколько не берет? Сколько не берет? Какие суммы? Да. Причем ходишь часто. Даже спрашиваешь, может какой-то скидка для постоянного. Нет, ни хера. Просто поблизости больше нет. Есть магазины, но там не всегда оригинальные. Надо на Собурово ходить. На Собурово тоже еще хороший магазин. Ну, на Ям еще есть. В общем, отдали, оставили. Посмотрим. Я просто и не особо курю, потому что курю джул. Опять сказал, будет, если лежать и починят. Она все равно в течение месяца умрет. То есть раз месяц надо стабильно покуривать. Лимонные пирожные, наполеончики. И Дашка. Сейчас будем тариться. Пахнет. Хлебом. Хлебом всем пахнет. Короче, зашла за хлебушком. Ребят, уже минут 10 минут на стою ждут. Сколько можно. Уже люди в очередь приходят, уходят, уже не ждут даже. Что же там так долго? Она ничего не знает. Она не знает, как пробить, как терминалом пользоваться. В общем, ребята простояла там. Что там? Минут 10 точно. Она звонила по телефону, уточняла, как пробить, как попользоваться этим терминалом. В итоге она мне насчитала 280 гривен. Что зашли за хлебом? 280 гривен. Я говорю, что вы такое говорили? Да, все нормально. Я говорю, нет, давайте пересчитывать. На 100 гривен хотела нас на нет. Да? Да. Я же пересчитывала. Чек 180 гривен. Она, типа, первый кусок нам приплюсовала за 100 гривен целый. Ты представляешь? Все всегда проверяйте. Я Паше учу, тоже всегда перепроверяю. Вот такая она дурочка. Ой, ой, ой. Такая. Хорошо, носочек на хлеб ушли. А что ты там понабирала? Потому что мы с тобой брали еще. Я стояла все время ждала, пока она научится пользоваться. Так, уводи. А что не хочется? А ты хочешь? Пошли. Сейчас, блин, уже покажут. Ну, как всегда. Это 180 гривен. Да. И пакеты, чтобы вы понимали. Вот в этом, ты снял? В юфрибе. Да. Ребята, бесплатно там не дают по 50 копеек. Я говорю, это вообще законно одноразовые пакеты продавали? Да наши. Ну, промолчала. Ну, это ненормально. По-любому что-то дурят. Ну, понятное дело. Пакеты? Что, рубах несите по 50 копеек? Ну, я говорю, в чем мне нести? 50 копеек. 50 копеек. Ну, короче. Понятно. Полный трэш. Так, ребят. Сейчас еще осталось нам зайти в аптеку, купить Дашке таблеточки, чтобы врачка при этом. Ну, давай возьмем уже, чтобы забыть. Может потом. Таблеточка. Я хочу почитать страниц. Не знаю, сколько стоит. Ну, покупай. Ну, как купи. Купи подкиночку. То есть, что не будешь пить, ну пусть будет. Да. Птичка. Лучше бы мы дома сидели. Микрофон. Микрофон. 1200. Плюс жидкость. О, еще жидкость. 200. 1400. Плюс 200 в хлебном. 1600. Плюс ягодки. 25. Ну, короче. Ну, 25 плюс 50. Да, 1650 получилось. Вот так, вышли. Это еще бюджетненько. Обычно у нас больше. Что-то тоже такое. Хлеб говорит. Мне говорит, самый вкусный. Зашли за хлебом. В Киев хлебе, слышишь? Самый вкусный. Если б ты в пекарню зашла, я бы понял. А в Киев хлебе что не делать? Если честно, после всей этой ситуации я бы хлеб не брала. Потому что я перестала этому продавцу доверять. Она первый день на работе. На сотик, конечно, она вот делала молодец. Не, ну вообще, на ровном месте. Причем даже не извинилась. Типа так и надо. Фух. Ребят, надо что-то думать с рукой. Потому что реально тяжело носить телефон. Вроде фигню прошлись. Да, просто на весну там. Ну да. Постоянно не удобно. Так. Ладно. Все, Эдоски. Ладно, погнали. Так что за скотчем еще мы за тварьном этаку кукурузной, Что? Ой, тут уже. Мы туда не пойдем. Нет. Обойдем. Да все, отжим. Что нахнику, грузового магазина. Ну забежи. Еще денег подай. Надо задушки хотя бы обоглить. Не, задушки нет. Ничего не купили. Е-м. А что это антиквири? Пирожки, пирожки, микрофон. Нормально. Да, на диете говори. Пашка на диете. Нет, тебе нет. Все, ребятки, ладно. Вот теперь точно. До встречи. КОНЕЮТСЯ.